всем привет сегодня у нас будет обзор одержимого с каменной кожей 88 почему не разброс бог войны бастион да потому что каменка это самый топовый талант для подобного рода героев которых мало жизни урона у него и так хватает с головой плюс он когда уходит форму там у него еще урон увеличивается во вторых почему именно каменка не бастион потому что там бастион дает жизнь этот герой сам себя восстанавливает когда переходит форму поэтому ему все-таки лучше чем подольше простоять чтобы продержаться до учения его скилла так давайте покажу вам его умение на десятке он восстанавливает здоровье в размере равной 1500 процентов от атаки трансформируется в демона получает плюс 75 процентов к таки имеет иммунитет иммунитет к оглушению на 12 секунд плюс еще форма наносит урон от атаки также он имеет встроенный берс 8 уровня куда он 3 секунды и сам по сути герой очень хорош единственно он бьет массово своим скиллом то есть он не бьет по одной цели а наносит массовый урон область применения такого героя ну практически все локации кроме там грубо говоря не рекомендую его брать на битву гильдии если вы не уверены в своих героях и с ним шанс лего очень большой можно брать во все по локации на угольную армию на архидемона он там очень неплохо так себя показывает даже золото можно в рейде им фармить у него зона поражение вот скилла таланта очень большая так ну у меня вот такой есть с каменкой получает он снижает каменка снижает получаемый урон на 60 процентов плюс он стоит у нас в артефакте в медальке еще плюс 20 процентов также медалька понижает урон цели по снаряжению меня стоит здесь победный выпад плюс 25 процентов к атаке то есть у меня он фактически собран как танк но снаряги у него стоит все-таки плюс 25 процентов урона это в принципе самая оптимальная сборка для него так созвездиями он собран на уклонение ну тут одна жизни потом переролю на крит удар а потому что там будет 6 уклонения лучше все-таки иметь немножко крита на героя тем более у нас по артефактам и так уж много топора всех не хватает что можно ему ставить давайте так созвездиях ну самый топовый это уклонение можно поставить ему крит сопротивление чтобы его не критовали тоже будет довольно таки неплохо можно поставить жизнь ну самое топовое все-таки уклонение о чаром что им можно поставить ну победный выпад для меня это самый топовый можно поставить ослеплялку тоже довольно таки с ней неплохо проклятое поле всем подходит плюс одна клетка не надо передачи нарии тоже будет довольно таки неплохо также один из топовых это будет раскаленный доспех он прибавит ему и много не мало 25 процентов жизни остальных я бы в принципе не советовал ставить потому что тут куда он есть так по созвездиями вам рассказал по питомцам все зависит от той локации где вы будете его использовать я зачастую ему ставлю слона для того чтобы когда он не форме и его не останили шанс тона был намного меньше можно принципе и на отхил питомцев ставить без разницы герой очень универсальный так то есть плюс 30 процентов к уклонению плюс у него клон стоит давайте покажу действие о райдах что он может сделать одной посмотрим зону атаки вот против нас тут стрелок видите вертолетики миссуют когда у вас ведь зиме стоит уклонение вертолетики очень часто вмахиваются он вышел его немножко заставили вышел сейчас его могут слить выражая вот выражая дал немножко отхила чуть чуть дольше продержаться но тут ни один герой не вытащит сейчас найдем попроще расстановочку и красавода в полно что не стрелок тонн и крас так что у нас тут можно тут попробовать то есть стоит там еще какой-то одержимый можно посмотреть жимой плюс одержимого анубиса немножко ему даже отхила дать мужские герои просто не смогут его слить так против нас там ронин и анубис довольно таки универсальный герой у каждого должен быть одержимый очень хорошо он помогает на подземках стараюсь сейчас вам показать подземку там многие не могут пройти подземку 510 потому что там черепа мы и кричать не надо брать снимать черепов их не умение оборот содержимым как раз таки намного проще и быстрее пройти эту подземку более если вы не донат и у вас нету минотавра а кронин там пытается немножко помешать вот вражеские выражая включился тут конечно мы можем слить хотя не должны самое основное то что его умение снимает пафа то есть он по сути дебаффер еще ко всему очень универсальный хороший герой так есть увидите два героя затащила не знаю правда как они у него там прокачаны так делаем его еще показать во всей красе давайте еще пару рейдов покажу расскажу что ему можно ставить с талантов принципе если он у вас будет заточен на уклонение в это конечно бюджетный вариант это для донатных больше игроков то можно ему ставить похвыне можно ставить ему бастион можно ставить ему разброс просто у меня он стоял раньше на защите мой дан иногда даже сейчас стоит на битве гильдий с именно с этим талантом его очень сложно слить если у вас еще будет психо щит чтобы его там арест не заблокировал очень хорошо будет прикрывать сторону с которой будут заходить потому что он снимает бафы ну и плюс у него неплохой урон так давайте еще раз затестим бывший сагильдеец так малыш не крину вот санобиса может так купидона я конечно зря сюда пустил вот против нас анубис конечно тут немалую роль играет выражай который тоже его подхиливает стрелок против нас даже который энергии забирает но так как на нем стоит уклонение вертолетики стрелка они очень страшны если тем более он будет бить так как у него берс он очень быстро заряжается эти без проблем вдвоем стоят единственное конечно мое выражение режет атаку и атаку отхил вражеские герои потому что бьет по юне там пока ты есть ну таки неплохо справляется со своей задачей и одержимой и чуть-чуть по чуть-чуть сносит слил слил вас пойдем дальше вот у нас уронен посмотреть по урону за того что у него стоит видите вертолетиком возвращается 723 технии атаки от с процентов вот подъехал хранитель стать из хранителя он тоже снимает вов как видите очень быстро слили они ранителя так ну-ка включится включится ой давай 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 еще тут конечно еще и карасик подхиливает интересно как сейчас они будут против рено со стрелком стоять так рено слил или он один на один против стрелка интересно вертолетики смогут а я чуть не хватило жалко конечно из герой довольно таки неплохо стоит хоть он и не танк но с каменкой он стоит намного лучше чем там с бастионом с богом войны либо с разбросом можно конечно прокачать и таких но у них они будут не настолько универсальный как именно вот такая вот сборка я тут поставил руны утекания чтобы он больше себя хилил так 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 давайте чтобы не затягивать обзор принципе я и так вам рассказал вы сами знаете куда его можно идеи применять я покажу сейчас для тех кто недавно играет и не может пройти там пять десять для многих это очень сложно будь у меня и перекачанные герои это и раньше когда-то показывал как проходить с ним по будем затащить так возьмем пальку возьмем хранитель он купидон тыковку потруем тыковку тыква вот такой вот будет состав думаю многих он будет или есть уже это не проблема можно вместо выражая других героев брать я просто не хочу заморачиваться и сильно расставлять там питомца веруны давайте единственное на него поставим так как он очень быстро атакует будет у нас скорее всего танковать листы кого начнем верно с него начнем ставим мимо глазик 10 так тут да это на 5 10 где черепа самые проблемные начинаем с него с как только он тут не успеваю даже словить акты кавка умерла могут конечно слить но мы тащи потом такой друид вражеский можно морозку использовать эти у него зона очень большая конечно многие будут кто-то в комментариях нать вот это донат у тебя перекачанные игроки вы можете точно таких же героев прокачать и без доната единственно вас там будут созвездия немножко другие можете на он собрать тут еще быстрее сносить таланты тут особо роли не играют то есть его задача просто снять с черепа про его бог но его щит его умения и сливаются все герои подряд то есть он именно такой вот очень хорош на любых подземках даже 7 кошмарки которые там сложные вместе с ним проходят вместе с ним проходится очень легко ну давайте тут попробуем даже без конечно получится да это я немножко втыканул пустил все через атланту сейчас мы пробуем опять зайти с той стороны попробуем пройти без магии так тут у нас черепи попробуем ланшотить череп все таки его рановато пока без магии бегать всего основная задача там во многих подземках вам не надо три звезды вам главное затащить 50 процентов с ним вы можете это легко сделать более подразгонам идти эту подземку просто начнем с тыквы чтобы все загорелись на тыковку тыковка наша 50 процентов уже имеем на три звезды затащить себя показывают и хорошо так по питомцам я уже рассказал то есть для него неплохо очень слоник так как он дальник плюс он останется когда не в форме то есть со слоном очень хорошо себя показывает можно ставить ангела который будет давать ему еще дополнительную защиту можно ставить карася карасиком он тоже очень хороший также очень часто использую сову в пвп каких то там локациях так как он дальник сова срабатывает быстрее чем на других героях плюс у него скорость так и очень неплохая и получается сова очень часто срабатывает он включается и просто сносит не дает герой если там бафы есть какие то он намного быстрее это все снимает чем например тот же самый кто там у нас бафы снимает точнее никто не снимает а некрас снимает там тоже по кулдауну он довольно таки неплохо но некрас это донатный герой это бездонатный герой который имеет фактически то же самое умение и неплохо себя показывает везде более скажем так универсальный чем остальные герои в принципе вот такой вот небольшой обзор пишите в комментариях какого вам следующего героя взять на обзор постараюсь сделать обзор на второго одержимого с огненной защитой которые у меня сейчас уже уже довольно таки неплохо себя показывает я его прокачал специально для битвы гильдий посмотрит часто канал и битву гильдий когда я прохожу в лоб а его там довольно таки часто использую именно с огненной защитой всем спасибо за просмотры ставьте лайки всем пока 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 и